Какие мутации образуют? Кстати говоря, давайте вот, когда вы про генные мутации всегда говорите, они, конечно, чаще возникают, то есть я напишу, там, больше, да? И ещё они по... по... этому... по четверякову, как он их называл? Четверяков. Генные мутации, такие мелкие мутации, да, что... Кстати, в чём их там суть? Что при них меняется? Ну, там... Да, нуклеотиды всегда меняются при генных мутациях, вот. И их, конечно, больше, чем хромосомных. Вот так напишу, больше, чем хромосомных. Но как Четверяков называл? Он эти все генные мутации мелкие называл одной, тремя словами. Он говорил, что популяция постоянно копит их, генные мутации. Это точно может быть ЕГЭ, потому что это вообще известный факт. Да это уже было в текстах. Я сейчас понимаю, что там уже... У нас не 10 тысяч вопросов ЕГЭ, у нас уже, наверное, не знаю, сколько, может, 1050 было, или 40, или 30, я не знаю, много очень было в истории разных. Он говорит, что рецессивные мутации. Да. Да, вот как раз вот генные мутации, ну, во-первых, в основном они для популяции, они именно рецессивные, да, может так вот R написать, рецессивные. А второе, что он сказал, он называется резервом наследственной изменчивости. Я вот так это сокращу. Это Четверяков так называл. Они, накапливаясь в нас в рецессивном виде, не проявляются сразу, а потом уже у детей проявятся. Когда в гомозиготное перейдут, то есть вот так могу написать, вот они. Накопились рецессивные, а потом передаются. Рецессивные, а потом передаются.